Ваше внимание В открытие принял участие председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Тогда многим, и я бы сказал, подавляющему большинству казалось, что нацизм мертв и он никогда не сможет возродиться. Сегодня, к сожалению, мы видим, что это не так и мы имеем право говорить, что Нюрнбергский трибунал, к сожалению, не был эпилогом, а лишь таким тревожным набатом ко всем будущим поколениям. И мы все сегодня, и все, кто признает решение Нюрнбергского трибунала, несут ответственность за то, чтобы вот это преступление нацизма, преступление этой коричневой чумы никогда не повторились. Руководитель выставочного проекта, автор книг и документальных фильмов о Нюрнбергском процессе, в прошлом заместитель генерального прокурора России Александр Звягинцев, уже несколько десятилетий изучает историю суда народов, как называют Нюрнбергский военный трибунал. Главный отметитель от СССР и оригинальный знак члена Нюрнбергского трибунала. Документы экспозиции свидетельствуют. Советский Союз еще в 1942 году первым поставил вопрос об организации суда над нацистами, в то время как союзники соглашались обсуждать лишь место установки виселец и длину веревок. Черчилль, например, в 1942 году и позже говорил, нужно всех стрелять. Вот нацистских бонз, даже Рузвель считал уже в конце войны, что нужно их кастировать таким образом, чтобы они не плодились и не создавали новые проблемы и войны для человечества. Ну а Эйвенхауэр, командующий армией, он считал, что нужно стрелять и при попыти к бергству. Сталин даже в конце войны, когда наконец вы пришли к выводу о том, что необходимо создать международный суд, Сталин говорил Черчиллю, что мы должны создать. Когда Черчилль говорил, что должна быть упрощенная схема проведения процесса. На что ему глава государства сказал? Нет, процесс должен быть строго юридический, потому что пройдут года и потом скажут, что Сталин, Рузвель и Черчилль просто свинесчеты со своими врагами. Процесс освещали 250 журналистов из разных стран. Среди них был и советский художник-график Николай Жуков, представлявший газету «Правда». Он оставил около 400 карандашных рисунков. Ему, как одному из представителей прессы, было предоставлено место в переднем ряду зрительного зала, напротив скамьи подсудимых. Но это вызвало неожиданные трудности, потому что подсудимым не нравилось, что их зарисовывают, и они стали закрываться, руками головы закрывать, отворачиваться. И Жуков вынужден был пересесть. Он пересел на последний ряд зрительного зала и наблюдать за подсудимыми мог в бинокр. Кейтль, верховный главнокомандующий вермахта. Рёдер, один из командиров военно-морского флота. Карл Дёнец, собственно, еще один, так сказать, флотоводец Третьего рейха. И, собственно говоря, нация номер два, Герман Геринг. Чудовищные преступления нацистов против мира и человечества не имеют срока давности, признал военный трибунал. И совершенно не случайно поэтому авторы экспозиции дали ей такое актуальное сегодня название. Служба информации фонда История Отечества. Служба информации фонда История Отечества.